Блин, надо было запустить это самое... До того, как ты расскажешь про чувака, который спит в колодиннике. Хорошая была бы кул-стория для начала стрима, особенно такого. С такими сюжетами. Ну да, в итоге он был бы превращен в строго. А ты, кстати, не пробовал в комнате заморозки спать? Ну, блин, ну я был в со... Не, я наоборот, я туда ходил, чтобы просыпаться. Вот. А-а-а. Минус восемнадцать, знаешь, заходишь, так, о, уже бодрячком себя чувствуешь. И у нас, кстати, есть... Сейчас я найду... Подожди, у меня даже фоточка где-то была. Сейчас, сейчас, сейчас я найду. Чё? Ты про что? Наш талисман. Так, сейчас, секунду. Блин, это шикарно. Да ты опиши там, чё на ней, я всё равно ж не буду сворачиваться, смотреть. Ну, блин, он мог бы, кстати, показать про скацию чего-нибудь. Или я просто ссылочку вставлю. Ну, ты-то можешь в чатик скинуть. Ну, тогда... Тебе говорят, чё хрипишь? Я хриплю. Да я только проснулся недавно. Да, всем добрый вечер, он же доброе утро. Доброе утро. У меня доброе утро. Хоть уже, блядь, здесь закачивается, подходит, вернее, к концу, но... Да, у меня доброе утро. Он нашёл. Ой, блин, как это всё жёстко. утро начинается начинается все нашел узнаете на многих на работах есть как вот такое не знаю как талисман животное там что-то в таком духе или какая-нибудь особенность у нас конкретно в нашем в нашем отделе особенность вот такая вот живет блядь сука ты лети ничего себе будь что ты сделал так смысле что я сделал чего тебя влечу за ссылка кривая да это блять чё за говно ты дал ссылку на почту нет это да ладно ты из почты что ли взял картинка чуть-чуть делаешь ну да из почты просто по такой ссылке можно у тебя почту угнать картошка заиграл сразу громкость посмотри а то картошка кажется перекрикивается на свете так все громкость починил очень его громкость у меня за 1 час да как картошка громкость очень его применяю скоро наизусть выучу осталось только научиться еще на гитаре играть и все и можно ходить в походы и петь ее картошку петь так и все да капрал я капрал ангелизма это нет я рядовой ну ладно буду играть на сложности капрал чё так сложно . почему так криво чего только тупо жена мы уже объелись скупаемся и поедем поедем не скупаемся и середины жарче блин игра вроде 2005 года до сих пор грузится очень долго тяжелая игра ну тяжелая но там есть даже впервые серии такие все открытые локации насколько мне память память не изменяет начало крутое под такой музон правда немножко страна ты на не хватает чтобы вместо вот этих тушек раздробленных просто мешок картошки только даже пролетает нет картошка по хер на эти размоченные трубы главное что картошка с балансом громкости не знаю как сейчас подожди возможно картошка тонет в игре хотя эти прикиньте народ в этой игре нельзя отключить музыку настройки это очень странно реально к их 4 в настройках тупо нету громкости музыки и отдельной громкости чего бы то ни было то есть она есть только общая громкости все вообще громкость но хер с ней рассчитывал по ней немножко потише игру так блин если я сейчас escape нажму то клевая кат-сценка скорее всего скипнется а ну ладно подождем пока кат-сценка пройдет а там дальше уже подворотим всем привет мы вас поздоровались вообще поздоровались ну вот теперь короче это твой фанат картошку-то заказал песенка прошла так что можно считать официальное приветствие можно начинать всем добрый вечер какой-то вечер на и ночи я просто только-только начал пивасик приказано расчистить площадку для приземления ганнибала в этом 4 прописывали а я все пропустил боюли со своим этим талисманом ну читай скорей ладно сейчас здрасте чё прям стрим а чё в такую рань то ну мы это мы стратегически продуманы потому что будет стримчик на этом на сг 10 часов и мы такие решили после будет поздно поэтому нам надо лучше пораньше чтобы вы побывали с одного какая жуть творится самое забавное то что во время тэка цены она сильно систему особо не напрягала вот ты такой думаешь ну бля классно типа игрушка мне лагать не будет ну что тогда свое время она была достаточно потребительная она и сейчас довольно требовательных и кстати ну так как бы да вот и такой думал смотрю блин вроде бы не лагает клёво сейчас поиграю а вот потом когда ты приземляешься и происходит это экшонщик непосредственно поля мой фпф говне меня на и вообще между прочим вот эта кат-сцена напоминают как у строги вот этот сгустками плазмы там отбивались с планеты напоминает звездный десант помнишь там тоже вот эти джуки были которые пиу пиу по всякому уже плохо помню линкором я вот помню такое ощущение диссонанса сравнению с квейком вторым но там вот очень здорово обставили тот факт что как бы компы тогда бы не потянули сложные сцены с кучей десантников и как бы игры несмотря на то что это считается прямым продолжением 2 кваки игра по атмосфере сильно отличается потому что первая высадка вот та которая в кваке была на планету строгов там короче все же погибли практически все а кто не погиб были взяты взяты в плен это морпех там чуть ли не единственный выжил который там второй части бегал мир спасал а здесь уже все немножко иначе то есть здесь есть выжившие здесь уже больше похоже на такую колду своего рода то есть это гораздо менее триллер на чем вторая часть то что вторая часть она была обосрак и там местами просто жопа реально было страшно один из самых первых ночных стримов тоже был с максом солодиловым по квейку второму мы там это обсуждали там сети проктологи проктологи кинологи проктологи не проктологи это чуваки у которых это колья вместо руки вот нет но на свое время такое второе это да это был такая достаточно жуткая вещь ну как бы и строгий тоже повлияли потому что вот эти вот смесь челюстского тела и механического ну там было на свое время показано вполне так жутко да вообще да они брали их в пленных мы превращали их в своих ублюдков да но тут у нас тоже будет очень ярко показывать вот так и старших трупперсов как раз урубили вот хорош у нас прям благодаря мать и гортока спасибо вашим последним стримом на работе не скучно хоть сидеть пересматривая их класс это о чем про фир что ли ну да наверно мы старались регионщик подарался привет нет отметил тут свою нюху а вот морозинирую пишите что болин графон очень похож на думовский хотя движки вроде разные как это разные одни и те же это вообще игры близнецы по сути по разработчикам они однояйцевые абсолютно но и другое и софт верно про четвертой части уже рейвины делали под руководством и софтвер ну формально под руководством но как бы там ни было это родственники все и движок это именно думовский четвертый после тройка кита по медленно ощущается ну как бы есть такой немного да вот дело в том то что но тоже самое с думом третьим было не знаю мне вот нравится темп и думай кваки четвертый это не отменяет того чтобы не нравится и второй тоже но я вот не из тех кому то и не то ну как бы да ну я не знаю вот второй клей там был по сути как таковым дельным продолжителем первого клейка только порядок делал уже полноценным 3d графонием в первом тоже был полноценный 3d полноценного 3d не было в дюке и в думе не совсем не совсем первом клейки еще некоторые они подожди вот о чем ты там даже уже объемное освещение появилось там нету спрайтового ничего уже там все полностью полигональное было первый клейк я помню хорошо его перепродать что-то во втором клейки нет он был да 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 он был полноценным 3d но что-то второй клейк привнес по моему его начались продажи как раз таки отдельных терапических карточек для того чтобы отдельно обрабатывать графоний но как раз таки с его выходом и под его выход запиливались отдельно мне всякие вуду акселераторы по моему уже были на момент первой клейки хотя ладно не буду утверждать с точностью что-то такое на моей памяти есть этому конечно могу ошибаться но если что вы поправить до присоединяйтесь к дискуссии и что самое забавное от период дума дум клейк один клейк 2 этот прямо такие были яркие и не знают представители максимальных технологий какие вот могли предоставить на тот момент тот момент вообще компьютерной индустрии смысле игровая сейчас уже такого как бы особо нет именно был шаблон он такая тигня продержалась до первого кризиса когда еще от реально просто вот эталон и все вот вот это вот максимум который ставит просто планку по графонию и по технологичности сейчас уже как-то такого особо незаметно ну в принципе да сейчас все уже в стагнации тоже находится так меня просят найти врача ладно или для меня потому что меня спрашивают я болен нет я не волен я я просто проснулся говорю недавно у меня такой немножко отрекший голос я я вчера кое что пытался пытался то есть его записать и пришлось чуть-чуть поээспериментировать голосом и получилась такая жопа что я хрип что у меня это трансляция каширует у вас зрители все нормально с трансляции что может у меня сейчас провайдер ну ты следи за чатом жалуется не жалуется я еще страничку обновлю поэтому не без сути если это ваших каминский пропущу что они стираются все отравлений так ну вроде бы вот и первый проект овак маг что лучше новый дом или 4 как не ну новый дом конечно у нее конкуренции ну я вообще не люблю в таком контексте когда есть я сравнение она нужно как-то чтобы я не знаю просто обсуждать короче я хотел сказать что когда есть две хорошие игры лучше поиграть две хорошие игры чем сидеть и думать какую же из них выбрать зачем выбирать здесь они просто немножко про разные думщик 4 это по сути как раз таки переосмысление именно старых классических спинномозговых шутеров и вот четвертый клейк здесь все-таки динамика немножко другая и он что-то такое среднее между думом третьим ну и пускай даже и думом последним вот я раньше не задумывался над геометрией некоторых уровней а сейчас вот как-то уже в наше время подобных косяков нет поэтому замечаешь вот нахера нужна вот эта комната вот если заходишь дверь открывается труп лежит ну ладно хрен с ним но чисто практически в этом здании это отойдите в этом здании зачем нужна комната в которой заходишь в ней есть поворот направо а дальше просто тупик и вообще ничего то есть строги специально сделали в своей крепости комнату чтобы кого-то запутать ну нет может быть они туда планировали поставить бельевой шкаф либо еще что-нибудь таком быте но не успели потому что высоко прилетели своим десантом и посмотри на эту на эту хуйню ты серьезно думаешь что ей должен бельевой шкаф да по-любому строговские трусики там складировать бронетрусы блять бронетрусы так с трансляцией все окей что касается освещения динамическое освещение было еще в первое раздражение динамическое освещение динамическое освещение нет первой игрой с динамическим освещением был квейк сегодня пересмотрел ваш недавно 6 часов стрима выписал фильмы про которые говорили есть чем заняться на майских праздник ну на здоровье да мы можем в принципе вообще всю жизнь озадачить победе и замуж что у автомата есть ближний прицел ни хрена сена их сбил ну да тут еще говорят по поводу сравнения как бы сравнивать игры которые разделяют несколько лет это такое нет ну в принципе это нормальная фигня потому что можно получить удовольствие как и от какой-нибудь старенькой игрушки такие от новой так что единственное чего ты именно хочешь от геймплея если хочешь просто ну грубо говоря бессюжетный бездумный с охеренным графонем и оптимизацией современный экшонщик понятное дело что дум новый тебе лучше подойдет а если тебе хочется немножко побродить скажем не такой ярой дикой динамики 4 вполне себе тоже может подойти внезапно дипеш мод заказали enjoy the silence не знаю к чему это по-моему версия кавер с этим с линкин парком гораздо круче ну да охеренный кавер на самом деле не очень откатился мне тоже после мне понравился больше чем оригинал ну вот мне тоже хоть я не скажу что буду ярым фанатом линкин парков но в свое время все их слушали и в том числе я думаю как то так а я вот ярый фанат дипеш мод но линкин парковский кавер круче ну он прям такой он прям динамичный страф пишет там макс и зоро почему решили проходить не в коопе или в каком коопе я забыл и тут такого нет а подожди может быть нет никакого коопов не 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 нет если я не ошибаюсь есть по моему модик коопный на койк 4 я знаю точно то что есть на doom 3 и возможно есть на 4 койк но я никакие моды как-то специально не ставил хотел именно поностальгировать в том виде в каком это было потому что любые моды все-таки когда кооп сделан не разработчиками там масса условностей когда как бы ну как в кооперативе выглядит сцена отпиливания ног ну чё за детский сад то есть понятное дело что там атмосфера порушена полностью то есть сюжет кат сцены и все рассчитано на одного но как только загружается уровень просто спавнится еще один клон главного героя да на скриптах да ну нахер это надо какая тут ностальгия нет это нормальная тема на самом деле нет ну не нифига мы тут могли бы конечно поупарываться просто ну не в этой игре мне кажется ну да ну да лучше лучше пускай Максим то играет как я на комментиках и у нас будет такая вот идиллия а в копе мы тогда нибудь замысим чего-нибудь другое не хочу я с тобой отрубать ноги друг другу я представляю ворует твои ноги и бегу аааааааааааааааа Действительно, а то ловит Макрон только одного человека, а ты там не будешь будешь бегать, вокруг ржать. Знаешь, ехать на моей этой тележке, ноги отрубать, как зацепер, знаешь, зацепившись сзади, такая, а, блядь, дружище, сейчас тебе, сука, спилит ноги, а я буду смотреть. Будешь потом кричать, картоха, я, кажется, ног не чувствую. Да-да-да. Да вот они, да, держи. Да. Мне кажется, у Макса голос попыленнее, чем обычно. Да не, вроде бы обычно было. Дизна, после того, что мне там под фотками понаписали, что я, блядь, выгляжу на 148 лет, блядь, еще там что-то такое. Может, от этого. Ну да, ты еще не фото сохранился. О, блядь. Макса визор, что больше понравилось, новый Вульф или новый Дум? Новый Дум. Ну, я никогда не был большим поклонником Вульфа, и вообще мне, блядь, темы с фашистами, не знаю, никогда не впечатлялся этим, никогда не любил игры про Вторую мировую. Ну, там мне сказать, чтобы была траймеровая... Ну, мне вообще просто не нравится этот антураж, ни в кино особо, ни в играх. Мне гораздо интереснее Doom. Ну, окей. Ну, они тоже немножко про разные. Это представители как раз такие вот, немножко разных подразделений в классическом шутере. Ну, и все вот на любителя упирается. Да нет, не новый у меня микрофон, а что не, что не так же с голосом? Ну, знаю, что то же самое. Это, может быть, я на фоне, не может, и скрипотцой тут. А, блин, у меня там что-то было из-за того, что мы с Настей вчера стримили в один микрофон. Я что-то пытался потом как-то настроить там немного с эффектами, поэтому, возможно, я у тебя в Дискорде звучу как обычно, а в стриме нет. А, ты не знаю. А сейчас подожди. Я что-то там я понахимичил, да, и забыл выключить. Ну, послушай, если там говно, я выключу, специально сверну игру, погляжу сюда. Ну, давайте базарьте уже быстрее. Да, вроде бы, нормуль. Ну, я наушничках сижу и, ну, тут такое, так бы, перемешку со всеми остальными. Да нормуль, вроде бы. Нормуль по звуку, ребятки, или что-то вам не нравится. Ну, я так и знал, что преувеличивает. Наверное. А вот, гуртит, проснулся, бери картошку, пускай Макс купит кэч-кэчавловеров. Нам от нее все равно подожди нужны. Кого? Какой-то трэш, он предлагает тупить. Это игра или что? Ай-яй-яй. Что? Ладно, потом обсудим этот вопрос. Что это сейчас было? Не фашисты, а нацисты. Да, насрай. Я что-то ухитрился, провалить задание каким-то образом только что. Задание ангар строго. Если ангар надо уничтожить, как-то там. Да я понял, ну просто я послушал инструктаж, сделал два шага и все. Провал. Вот это провал. Максим, как ты можешь не любить игры про убиение фашистов? Деды ведь воевали за эти игры. Что? Деды победили за эти игры? И что теперь? Мне нужно тоже срочно всех фашистов убить, которых кто-то там нарисовал в 3D-Максе. Ты нормально, кстати, поиграл в вульфик? Не, ну последний вульф, ну хороший как бы. Ну, это не из тех игр, к которым я буду когда-либо возвращаться. Его я как квейк перепроходить не буду точно. Угу. А я вот, кстати, может быть. Может быть. Надо бы как-нибудь к нему вернуться. Хороший, хороший. Просто звучишь лучше, чем обычно. А, то есть лучше я звучу, чем обычно. То более прокуренный, то лучше. Матер, худе-пай. Ха! Хуя ли. Пицца-плю-ли-пай! Нет. Я нет. Может быть, я еще до конца не проснулся. По мне так. Или я к тебе уже настолько привык, что я тебя воспринял вообще в любых воплощениях. Ха-ха-ха. Море сдох. Не фашисты, а нацисты. Корабли не плавают, а ходят. Не дырка, а отверстие. Не опять основа. Век нам поправил, короче, по всем параметрам. Короче, записался на бету чемпионс. Пришло сообщение, типа, запишите мейл и ждите ответа. Уже, блин, неделю. Где-то жду. А мне, кстати, пришел ключ. Да, мне тоже. Но я в итоге так и не поиграл, когда все-таки оказалось, что там невозможно... Вернее, строго запрещено делиться впечатлением. Вообще, первое правило бойцовского клуба никому не говорить о бойцовском клубе и так далее. Ну, в итоге я что-то вот в эти три дня проебал. Я могу рассказать свои ощущения не про Quake 4. Ой, не про Quake Champions. То есть, все, что буду говорить, это не будет касаться Quake Champions. Вот, короче, поиграл я не в Quake Champions. Вот. И, ну, реально это как третий Quake. Абсолютно. То есть, единственное там отличие идет в том, что, ну, понятное дело, вот эти вот... Вот чемпионов, как отдельных персонажей, у которых есть свои параметры ХП, свои параметры брони, начальной, максимальной, своя скорость. То есть, есть три параметра. Это жизни, броня и скорость, которые у каждого персонажа будут отличаться. И плюс какая-то своя основная фишка. Активная и пассивная. Вот. Ну, вот на таком вот... Вот, в принципе, и вся разница, какая есть. Во всем остальном ощущается и играется, как старый добрый... Ну, графония, оптимизация, тоже все нормально. Правда, я не знаю, у меня почему-то на ультрах, она загружалась полгода, и вообще какая-то срань с ним происходила. Я поставил на средние, графонии также хорош. И в плане оптимизации все просто охеретно, все плавно. С учетом того, что это Аль. Или в катабетах, конечно. В общем, мне обкатилось. Ну, как выйдет, обязательно посмотрите. От нас. А между тем, тут Мик Гордон играет в BFG Division. Ой, я в магазинчик шел, и вот я как раз вот в наушнике копинул, и зарубил себе фаундтреки в дунчик. А, блин, так охеренно, когда ты идешь, смотришь на людей, вот тебе играет какой-нибудь там тоже самый BFG Edition. Я не знаю, мне сразу хочется их убить. Максим, надо было для косплея, для фауно-релиза платья святых из Будлика. Я уже не помню, там, с платьем. Ну, он же ше-то, он же был этим, Филиппом Моррисом. Да? Он там любил переодеваться, да, и всякое такое. Я оттуда помню только с ним момент про кофе и все. Ну, ты че, вы уж этот самый лучший BFG Edition. Какой АИМ, батюшка царский, АИМ, где лучше в грит? Нормальный АИМ. Ну, кстати, тут искусственный интеллект достаточно забавный, то есть строгий, откругивающий, стрейкер. Не так-то легко попадем попасть. Да, 27-го числа будет следующий этап датки. Так что смотрите, чем могут могут фички к вам приходить и сами зацениться. Под Мико Гордон, даже капли медленно стекающие по стеклу эпичные и будто убивают друг друга. А вы в детстве никогда не занимались такой хернёй, когда едешь там в машине, в автобусе, и идет дождь, и реально капли вот стекают по стеклу, и ты вот наблюдаешь, как такую мини-гонку, ты зашла, давай, эта капля, обгони эту суку, давай, давай. Я про это на башорке читал еще 10 назад. Да? Да. Ну, извини, что мои мысли совпали с башорком 10-летней давности. Почему на-то дыща не стримишь? Ну, всему свое время. Да. Да вам тут какая разница? Вам тут нормально. Говорит, погоди, Карту, хочешь сказать, что музыка из американской игры побуждает себе желание убивать, запретить, там скрепы, сатанизм? Да, это все, пропаганда. Посмотрел, посмотрел только страт смерти, что следующий, посмотри. Да, боку на пике, посмотри, и все, и забыть, что ты знал. Что-то знакомое название. Я что-то слышал об этом. Боку на пике? А, это вы же что-то и рассказывали мне про них. Это тебе Филипорис просто проснулся. Не, это что-то, блядь, связанное с анимешками какими-то порнушными ебанами. Удельный совет, не забывай подходить к парням за здоровьюшком и броня, если я не жил. Просто подходишь и отжимаешь, ты почти сдох, тебе это больше не нужно, давай сюда. Пытался недавно пройти клейк этот, и какие-то проблемы были с ППС, управлением, хоть разрешение было возможно настроить даже в 4К вроде. Ну, вроде бы у Максимовича сейчас проблем нету с ним. Не, вообще никаких, все нормалек. Ну, да, может быть, скорее всего, ну, как обычно, там, со старыми игрушками, с дровишками, что-то, может быть, не так. Конфликт какой-нибудь в системе, ну, как обычно. Евген, когда ночные посиделки, продолжишь? Ну, надо будет как-нибудь. Может быть, сегодня даже что-нибудь все мутит. Не, я хер его знаю, не знаю, посмотрим, подумаем. Какие посиделки? Я думаю, может, ночь еще не постримить. А, я тебя авторизовал, кстати, на канале у себя. Да. Не приходили уведомления, ничего. И что я могу сделать? Стримить. А, у тебя на канале? Да, и вроде как, да, все можешь делать. Менять там название, не знаю. Все много делать. А, ну, может быть, тогда это. Сегодня в Максимке что-нибудь замутим. Вот, но, наверное, без Максимки, потому что Настя скажет, что ты делаешь блюдо, спальня на блядь. Псих, я проктолог убил сейчас. Вообще ни за что. В Bulletstorm играл. Вот, кстати, сейчас вышел этот же ремастер. Можно будет как-нибудь это. Я его не прошел даже в свое время. Играл, но не допрошел. Я не прошел тупо из-за технических проблем. Потому что там какая-то у меня пейбота была с текстурами, которая никак не лечилась. Вот, и я заглянулся на него. Но игрушка топовая. От поляков. Блин, сохраняться забываю. А тут автосейвы такие, падло, редкие. Это что еще олдовая игра, где в расчет на то, что сам сохраняешься. А тут видите, что доступ к родинке СГ может меня разбавить. Не, не могу. Доступ может есть, но... Так дело, не делается. Картошка получил права на канал Кулакова. Объявляется анархия. в сфере так как нет анархия это когда один власть а она получается но кто сказал что это монархия когда один власть нет анархия беспорядок но хаоса анархия по своей сути это не совсем хаос вообще это наркотики самый лучший на анархия мать порядка да я открою в сфере да когда новое литературное чтение не знаю сегодня заседание там у них этого клуба светлояра русской словесности но когда следующие стримы пока трудно сказать некоторые перестановки раньше эти были по воскресеньям и то есть раз в две недели они просто приходили после заседание своего культурного и стримы ли все это делаешь сейчас немножко сложнее сейчас все по вторникам ну короче посмотрим не знаю пока еще один совет макс ты можешь пополнить броню подойдя к инженеру и кликнуть на левую кнопку мыши та же хрень работает с медиком да да то есть у тебя у них есть но и сопартийцы что сейчас бегут с тобою что не настолько бесполезно на левую кнопку он чуть не хочет на левую кнопку похожи просто процент но это очень больших на левую кнопку кредит предприятий а фу то я на правую нажимаю стой стой инженер а отлично он меня подробно я стал пулю не пробиваю до этого тоже было сказано я думал ты про тропики говорил ну ладно пам 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 макс вчера не успел задать этот вопрос так что задал вот здесь как ты относишься к буклинистическим изданиям книг я к тому есть ли какие-нибудь неочевидные плюсы буклистических изданий перед обычным изданиями а я уже забыл что такое буклинистические издания а может даже и не имел с ними дело я вообще читаю в электронном виде ой ну ты зануда как можно читать в электронном виде вообще нормальные книжки без ощущения страниц на руках это это не то у меня главное содержание я не настолько привялен вопрос так что это играть такое я должен солода воспроизменить факту про сохранение что-то японское да что-то японское играет странное такое японское в канарке нужно примите для тех и реда умные мысли и анархия то на самом деле утром я не предстать все без власти когда все работает само по себе ну понятно когда без власти нихуя не работает на деле так и поэтому это утопия но не надо стремиться стараться как можно уменьшить количество таких чиновников правитель и так далее потому что когда то же самое работе у тебя управленцев больше чем обычных рабочих это такой день что за дичь играет анимируемся пацаны макс всегда говорил что за коммунизм так коммунизм по сути я такое говорил да я уже не помню я не то чтобы отрицаю просто никому кому из тоже сойдет кому я за я за похуй за на самом деле вот похуй за то есть по сути это родственная херня от аркидов у измопа измута тут все про меня это по жизни пусть ахуист это ищет так блять а где инженер-то ну-ка потрогай меня мне нужно б бронебойные прикосновения и анархизм может быть я щас все почему анархи от анархизма отличаются ну есть там какие-то наверное так блять шо когда все работает сама по себе пускай вид ну почему бы нет почему бы не сделать анархизм из машины но макармаз уходит если будет нужна компания гриде ищите от статем религии в парке товарищей окей мы найдем грид давненько не ходили но еще может быть это исправим в обозримом будущем фасаны я представляю партию пахуизма у меня есть аппокатики буклетики на самом деле нет ниже похуй в правительстве да было бы прикольно если была партия пахуистов и чтобы их тоже обязательно кого-нибудь из них звали представителями знаешь на такие шоу типа владимира соловьева там что и они бы просто никогда бы не приходили потому что было бы похуй ораторы от партии пахуистов коммунистический пахуизм это когда пахуисты собираются все вместе отдельными группами то есть одним похуй на один какой-то элемент в другим похуй на другой какой-то элемент ну конечно есть разная марки расписывают есть эти разные анархии анархо коммунизм анархо капитализм и да это что сказал вообще к нахе никакого отношения не имеет это скорее оптимизация управления государства реструктиризация гос аппарата ну как бы ну да наверно реструктуризации гос аппарата что-то панки за анархию голосуют какое они отношения имеют к реструктуризации смысле за наши голосуют жизни они чему-то таком макс визоров знает анекдот про нюанс я знаю ты знаешь ну я я не так я досконально его не помню можешь написать чатик я зачитаю потому что я тупой и не помню ни хера но помню что я его знал у соловьева кстати 800 тысяч спиздили с карт это как-то интересно он там с голоду не умирает коммунистический похуизм это когда похуй но всем так и так о боже мой за этот анекдот забанили на эскаре ну да я не знаю она матерный сильный анекдот или что-нибудь вроде того но тут можешь его смело кидать сюда и хорошо соловьев живет тут я тоже телеведущий только стримы ведущие у меня нету 800 тысяч рублей и не было никогда ну оставалось только на телевидение попасть и как-то кремлевским агентом куда устраивать где проходить собеседование в кремлевские агенты я хочу вот этих вот там как все говорят что сейчас на этом надо можно устроиться к путину он будет лично выдавать там чемодан и денег если писать везде в интернете что он классный я думаю первый шаг это выйти из партии пахуистического коммунизма да для того чтобы из нее выйти нужно ее еще сначала создать ну да блять сложно все чё попроще никак нельзя да что что это по-моему василий иванович и петь когда-то да 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 я не буду это зачитывать потому что будущем сраться по поводу нюанса ну хотя ладно там и так все будет понятно потому что максимум нас любите ну вот это сказал мне курить захотелось ну короче ладно сейчас я читаю приходит петька я поселиваю еще и спрашивают что такое нюанс снимай штаны петька садись смотри у тебя хер в жопе и у меня хер в жопе но есть один нюанс и все ну да нахуеть как остроумно мне аж по рации меня морис вызвал представишь не серьезно вы в игре ты только закончил аэкдоты там это что-то это морис по рации говорит его не филипп случайно зовут не знаю может он хочет предложить себе обсудить один нюанс капрал морис наверно блять в средстве м в 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 у тебя их нет блин у этих всех чуваков такой уверенный вид у одного меня такой растерянная ебало правда хорошо что его не в игре увидеть практически нельзя кроме как в катсценах но здесь главный герой такой на вид тот еще балбес и он тут такие недалекие физиономии строят регулярно строил когда это еще не было мейнстримом когда еще не было андромеды по-моему это андромеды и серьезная физиономия вообще никак не связано там наоборот все на позитиве так вот он тоже на позитиве как раз такой если я ничего не путаю у него там рожа иногда в катсценах показывает он такой вообще все насрать все абсолютно похуй вот он возглавляет партию коммунистических похуй истов и даже когда там впервые его показывают после преображения строго и он там выскакивает из этой капсулы когда его спасают свое и у него тоже ебало такое а мне норм блять а вот тут кстати говоря то что кости понравился тот анекдот ну ну просто я так понимаю то что анекдот нын 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 в нем короче непонятно в общем я навального смотрю только из-за навального и кстати у него даже не подписан но персонаж забавный а по-моему все политику если что-то смотрят в плане политически там каких-то новостей там либо персонажей только ради лузов и смотрят потому что без смеха на это смотреть невозможно сейчас я формулировал какую-нибудь шутку в духе дружко типа интересно может что-нибудь полезное навальный на посту президента бы сделал но проверять я это конечно не буду и все равно проголосую за путин так блять все я хочу курить из-за вас из-за всех давай иди кури я тут пока почитаю и потом надо мне тоже отойти и себе чего-нибудь короче объясняю как начинающий политолог путина похоже на навального все камикадзе дреда не смотрю и навального не смотрю я вообще вашу политику не смотрю никакой политики не смотрю что-то такое конечно вы же сделал харизму монтажеров максиму короче путина политики ну как бы мы совсем прошарим некоторых вопросах проверять это конечно не буду что там опять огненном дк пропали скоро сколько рекомендую чё это где ага а как же последнее время меня напрягает это кем-то местная политическая импотенция я голосую за тех же а так то мне похер почему же так плохо живется так и жуть ну блин плохо живется потому что смотрите кто идет в политику на самом деле неважно голосу не голосуй все равно получишь там знаешь что здесь проблема в том то что нормальный человек политику не пойдет зачем эту политику для того чтобы получить власть вот вот и все политику в безденях ты никак не попадешь чтобы ты был просто там охереть умным с охеренными там какими-нибудь инвестиционными предложениями и ты начнешь пробиваться и без ничего без всяких плеч и бешеных сон тупо не пустят зима херять до темный вот поэтому так она все происходит кстати визор где-то была новость что белорусам будет безвизовый въезд бразилию поедешь да блять если туда поеду то произойдет наверное как что-нибудь такое похожее как в третьем макс пейне хуйню несешь про политику ну окей такс че там происходит максов политику да я бы был классным президентом м 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 это как это ну просто отринь все мысли то что на войне происходит сейчас я так я так понимаю то что если откинуть вот эти все нюансы связаны с тем то что человек по убийству всякие мародерства и все с этим связано если ты откинуть то принципе война она была таким неплохим двигателем технического прогресса практически всегда потому что многие военные изобретения открытия потом скажем так продвигали раз таки и и промышленность и всякое такое подобное с этой точки зрения может быть хорошо но для определенной страны тоже очень даже хорошо чего-то америка навязывает вечные какие-то воины и конфликты потому что им выгодно им бабки приносить как ни странно в этом месте в общем в 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 по в в рублей нихуя себе они ждали почти ёбаных 10 лет чтобы позвонить сообщить об этом то за хуйня играет я не понимаю же почему написано что музыка из его секса да там какие то странные гейские голоса вопят кто умер бабушка моя умерла позвонили с телефонной кампании еще через телефон должен охуеть теперь а кстати забавный момент ты что был смотрел сериал да но если фильм про японских пидоров то нет я вот сейчас как раз его посматривала так немножко и был прикольный момент там где содержащие все моменты прикольных нет вот как раз таки по поводу долгов там где собрались там плотники рабочие которые работали на батю томокарде вот и такие блять она там должен был бы хера бабла там туда и сюда в адвокат сидит и такой типа говорит нихера по закону мол долги родители на детей не распространяются но несмотря на это там харди все равно вывалил там кучу бабла и сказал насе суки только в очередь станете угли то есть мне так надо было до сказать телефонной кампании я смотрел тома харди он там сказал такое так что идите нахуй они такие бля он нашел лазейку сука вот наверно когда мне наконец станет не лень какой нибудь донат гол поставить когда я блять окажусь в долгах нахуй по уши у меня за квартиру электричество отрубают завтра воду и отопление тоже вот тогда я поставлю донат гол оплатить платежка я видел такие донат голы в принципе были да у всех примеров но я когда так натыкался ну бывало там что-то на фон ставил уходил там прихожу смотрю там какой-то стример что-то стримит и у него донат гол стоит там за за квартплату за электричество это серьезно говорю вот и чем что самое интересное достаточно быстро на гол выбирался так ходить это перечет бы домашним телефоном 10 на 100 пользоваться вот такая шо делали сон есть просто или же от нее выключить меня у меня дома два домашних телефонов и не один из них не подключен ну что нах это дерево блять я заблудился сука ну кстати да у меня там новый звук тери на донатах и всем кто донатит отпускается один случайный грех акция сегодня да ни хера себе ты будешь пырскать своей святой водой в мониторе не там автоматически подключен киберсвещенник короче который киберсвещенник сушку дайте плечко прол нахуй сэр нахуй пойду ка я схожу плесну смотри только не выплесни смотри только не выплесни так ну чё ну веди капрал ёп твою налево смотри а чё ты наливал то чё наливал чё наливал чё налево чё налево спорта чё налево спорта чё налево спорта как давно я не пил ром статус нахуй ёпта оба трех лорд спасибо один твой случайный грех отпущен к для нас в репетициях когда на основе ромпил после этого горьковская пиво хорошая название горьковск горькое так и но зато видишь не обманывают потребители сухих город горький пиво горьковская жизнь горько пиво дерьмо название прикинули пиво пиво дерьмо жизнь дерьмо все дерьмо пиво дерьмо и город дерьмо да да что на свадьбе тоже начинает качать горько горько и выносят горьковской пиво всем по бокалу г вот с дк китлер блин ха никем употребляют сейчас это так тебя немножко раздозорить ну-ка посмотрим на фирме мастерка говорит я бы задонатила но у меня нет грехов да ты иисус что ли иисуска а иисуска по сути о господи подожди так иисус по сути он новая версия смеха кости блядь ха 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 я б не сказал что у иисуса не было грехов он там народ спаивал между прочим он короче набухал весь народ и говорит зацените сейчас я вас всех накормлю блять одной рыбкой ха 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 новый сезон смеха кости блять ха 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 еще более ха 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 как за это давит с рожачим там там больше ой что пошел да ха 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 А, это его, это чё, его смех от анекдота про нюансы, что ли? Серьёзно? Да-да-да. Теперь ты понимаешь, почему он главред стоп-гейма, а не ты? То есть, шо, я так не ржу, что ли, или что? У тебя нет чувства юмора. Досадно. Или, может быть, ему было просто немножко щекотно от нюанса? А, и после этого музыка Аве Мария, конечно, это такой баланс, баланс сил во вселенной. Сначала экзорцист, главное, там надпись, типа, экзорцист прибыла, а потом Аве Мария, экзорцист справился, молодец. О, говорят, аниме-блогингом занялся. Не, не занялся, просто давно именно хотел про эту штуку рассказать, вот сделал. Под одним предлогом. Кейн, это Моррис. Ты где застрял? Пожалуйста, твоя война ещё не закончилась. ПОДПИСМЕНТА КАПЛОГИЙ СПОКОЙ ПРОДОТ И... Скачай программу запуска вон с того пульта. КАПЛОГИЙ СПОКОЙ ПРОДОТ Кейн, вы отлично потрудились. КАПЛОГИЙ СПОКОЙ ПОДОТ музыка подорожала сколько у тебя музычка стоит а не я 60 сделал 7 минут же в итоге напросились чтобы стало 7 минут я потом решил не ставить 5 я просто сделал 60 рублей на 2 минуты дольше на 10 рублей дороже это как это называется кризис я прям представляю выступление какого-нибудь там политика или чиновника по поводу там повышения цен там еще всякого такого короче оправдывается, оправдывается несет всякое такое знаешь хорошо поставленную речь а потом в конце такой ну это, ну как это называется ну кризис денег нет но вы держитесь не ну просто полтинник это ни туда ни сюда пол пачки экстайла а 60 рублей эта пачка Филиппа Моррисова целая ты уже вкурился короче Филиппа нормальные сигареты мне друг рассказал я кстати одного человека уже на них даже ухитрился пересадить правда до того как узнал от вас эту замечательную историю пересадить на Филиппа Морриса да ты уже там с ума секты этих любителей Филипп Моррисов да секты свидетелей Филиппа организовываешься это знаешь как в этом это в католицизме или где такая фигня где дают там типа плоть божью как кусочек вот этого безвкусного хлеба да блять причастие называется сука неграмотный ублюдок да и откуда я знаю я что блять католицизм блять да блять мне похуй ты в церкви был хоть раз? я вот был один раз был меня выгнали и вместо проводить такое причастие у тебя походу проводят такое причастие только вместо хлеба плоти там Иисуса ложат плоть Филиппа Морриса по сигарету Филиппа Морриса ха 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 в рот прямо какой ты безбожник убогий какой ха ха это вы безбожники вы там такое проводите я уверен на этом 100% покемонов ловил ха 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 закроют тебя блять за неуважение к господу у меня всегда у церкви какое то такое не знаю чувство ну не комфортно мне там находиться капецка вот этот запах вот этих всяких благоводних такой вот а да вот эта блять катильница меня очень сильно напрягает не знаю вроде блять дымлю как паровоз но вот именно когда все все помещение провоняло этим блять катилом невыносимо молодец такое чувство будто там труп где-то лежит и разлагается вот я не знаю вот мне всегда было такое вот представление а ты может в раннем детстве бывал на похоронах и первое твоё впечатление в жизни от катильницы это похороны чьи-то ну наверное да у меня вообще всегда в плане религии какой-то такой вот дискомфорт жесткий и 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 всех сил и во все стороны картоха ты бы полетел бы осеменять марс для потомков осеменять марса потомками своими осеменять вот прилетит и подрочит на марс что ли они потом там вырастут знаешь взойдут побегами миссия подлинный марсианин напомните историю на дочах когда какой-то анон себе чем-то лицо намазал и оно у него святой воды дымилось чего еще раз намазал лицо себе какой-то хрень намазал и потом у него от святой воды оба дымил не знаю можно подробности я думаю ты тоже не курс а что такое хочешь тоже попробовать что такое церковь заявится это я боже мой ну подрочить на марсе это приятно и для науки полезно хули бы и нет или в космосе да на мкс там где-нибудь да 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 спустить в космос там же это там же холодно все замерзает спустил короче и твоя ну и плюс еще невесомость прикинь вот и прикинь как ты отправил свое там семя там далекий глубокий космос который не знаю пока прикинь ты в коридор мкс его отправил а потом твой коллега такой идет балля вот скользнулся да и полетел не-не-не-не как подскользнул она у него перед лицом висит это не невесомость ну открывает дверь ему прямо так емало хлеб я думаю там быстро куда депортирует подкрепи космос, что ты такого? Макс, ты курительную трубку пробовал? Может себе на неё перейти? Ну, в смысле, если какую-нибудь, блядь, искусственную, какая милая музыка заиграл, ну, нет, а настоящий, ну, конечно, табак. У меня была трубка. Какое-то время я даже купил специальный классный табак. Такой, как Черчилль сидел с трубкой. Надо было в те времена, наверное, с вебкой стримить-то. Такой, как Сталин. Вернее, Черчилль-то с сигарой был. С гитарой. Так, ну, собрание только это. Так, господа, нам надо решить по поводу бомбёжки Лондона. И на гитаре. Дрынь! Ну, я вам лучше спою! Только, Черчилль, ты заебал. Слушай, ты трубку бы свою курил. Нихуя, блядь, я теперь поменял свой стиль. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Слушай, тейт this night... Ну, о, Боже мой. Ладно, боже мой. А на Венере особо не подрочит, там дожди кислотные. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Так, ребята, меняем тактику. Мы задрочим их до смерти. Это, по-моему, у Пипперумова, да, в его серии «Деревянный алмазный меч», там были кислотные дожди. Понятно, какая у него там была первая причина. Мифология. Да-да-да, это драчащие строгие в открытом послесии. Ой, бля. Когда там Максу уже ноги отфили? А вот это я не знаю, не помню, если честно. Но, по-моему, игра не очень короткая. Вообще, вот, что касается продолжительности игры, вот сколько часов непосредственно качественного сингла они предоставляют, вот уже начиная с, не знаю, с середины нулевых, вот началось вот это нытье, что раньше игры были дольше. То есть, сегодня это нытье продолжается, но вот по современным меркам Quake 4 — это длинная игра. А уже в 2005-ом, ну или что, она короткая? Когда Картоха смеется, я вижу в голове геенны с короля милла. Я же их озвучил. Скажем так, я продолжительность не помню прям вот в подробностях, но она точно гораздо в разы длиннее, чем Fear 3. Это точно. Fear 3 мы прошли за сколько, я уже забыл, за 4 часа или 5? Fear 3 мы прошли за 4, а второй мы прошли в 2 похода, тогда у нас было... Да, второй был дольше, существенно. 6 часов там, по-моему, у нас второй заход был. Где-то читал, что в космосе, в том числе и на МКС, сексом заниматься не получится тупо, потому что половые органы не могут перейти в боевую готовность. Все, Макс, наша космическая программа сворачиваться. Пиздоль. Ни хрена себе. То есть, что, пипи-пирка не работает в космосе? Вот это провал. Надо сначала, чтобы придумали искусственную гравитацию, чтобы можно было нормально подорочить на МКС. Так вот почему огромное количество людей, с детства мечтающих стать космонавтами, в итоге ими не становятся. Небось приходят там на собеседование, на всю хуйню и на фразе типа, ну мы должны вас предупредить. Миссии-то на МКС, они такие бывают и по несколько месяцев, лет, а пипирка там не работает. И такой сразу, а все, нахуй, нахуй, не хочу я быть космонавтом, я хочу работать с Макдональдсом. Подожди, а у девушек? А у девушек не знаю. А что толку, если даже у девушек работает, а у парней нет? Что толку, что они там будут делать? Не, ну, как бы, может быть, именно с этим связано то, что женских космонавтов стало гораздо больше. Не знаю. Да не, скорее всего, с ролью Сандры Буллок в Гравитации. Опять что-то японское заиграло со страшной силой. Говорят, пиздёж. Кто-то уже, наверное, летал и дрочил. То есть, Бразерс зря собирались в космосе выпуск делать? Зачем вам Бразерс, если уже этот пистолет там давно сделал, а с тобой космический клип? Американцам не надо, на самом деле, лететь в космос, чтобы выпуски из космоса делать. Они же, у них опыт большой, когда они там на Луну-то высаживались. Блядь, сейчас начнётся опять. Ну как не троллить, значит, высадки на Луну страну, которая придумала хромакей, которая придумала компьютерные спецэффекты в кино? Блядь, которой обязана вообще индустрия кино всем, что связано с визуальным наполнением. Да блин, уже давно обсосали эту тему, что это так чисто ради хайпа было создано, что типа вот тут всё, блядь, пиздёж. Даже, по-моему, сам Советский Союз признался, что это правдоподобное, высадки было. В институте уже пошли, короче, теории обсуждения, можно ли подрочить или нет. А как отсутствие гравитации влияет на прилив крови к пипирке? Ну, по сути, как бы да. То есть, если бы была бы проблема с кровообращением, тогда было бы очень много всяких других проблем со здоровьем, помимо стоящей пипирки. Логично. Век хорош. Но женщина испытывает неловкость, так как вагинальная смазка в условиях микрогравитации будет плавать внутри корабля. Как бы режиссёр признался перед смертью, что снял высадку на Луну? Кому признался? Тебе, Дарк Родан? Кому признался? Я, на самом деле, и не сторонник, и не противник этой теории, что это же я тут так, угораю просто. Мне, честно говоря, я же говорю, я в партии коммунистов-похуистов. То есть, мне шашлот, шо ехало. Высаживались они там на эту Луну или нет? Но насчёт признания режиссёра интересно. Но другое дело, что на нашем-то веку любой долбоёб может написать. Блядь, я лично слышал, Путин сказал, что он двойник. Ну, это нормально. Сейчас век жёлтый П-пресс и всякая такого дерьма, так что всякие такие хайпа-темы, они всегда будут поветать. Так, Артушка, что насчёт радиации на Луне? Ты так спрашиваешь, как будто я отновлю, блядь, каждый день хожу там. Так это ты туда высаживался, сука? Шпион американский. Меня садили на Луну. Тебя, короче, высадили и как Джека Воробья оставили там, да? Ты там сидел три дня и три ночи, вязал верёвку, блядь, поймал двух космических черепах, связал и на них добрался вплавь, блядь, до Земли. Нет, я словил только одну черепаху из плоского мира Терри Прачета. У него там получается по лору к мире, мир стоит, держится на черепахе. Ну, классическое такое средневековое представление. Только у него было там всё как положено. Там черепаха, там три слона и плоский диск. И там прикольная теория, он всякий выдвигал, то что куда направляется черепаха, типа есть там теория, что она плывёт по бескрайним космическим просторам для того, чтобы найти другую черепаху и сделать потомство такого. Да, блядь. А, это у Кубрика, получается, интервью перед смертью, где он признался. Как-то там уже, блядь, статейки про секс-космосе выкладывают. Капрал Кейт, остальные бойцы вашего отряда уже на месте. Проходите. Директор Ронтова ему это сказал. О, физиономию наконец-то показали, это же Капрал Кейт. Там уже спрашивают, типа, как ты видел его лицо, если сцена от первого лица, когда я говорил про отпиливание ног. Там сцена от первого лица самого отпиливания. А потом, когда он выпрыгивает из капсулы уже, вот когда его освобождают своей, типа, когда его превратили в Строга, вот кроме самой последней стадии промывки мозга. То есть он стал Строгом, но с человеческим мозгом. Он ведет себя совсем не как нормальный человек, который упал бы просто на колени, начал бы биться кулаками и лбом об землю вопить. За что? Почему? У меня никогда больше не будет детей. Зачем ко мне прикрутили саморезами эти бронетрусы? А он с такой ебучей полуухмылкой просто выпрыгивает. А, нормалек. И так сойдет. Гриша тут пришел и охуевает с обсуждения тут вообще, что происходит. Это нормально. Как бы картошка в говне на Марсе вполне реалистично. Ну да, если я прилечу на Марс, и там просто в говно нахерачить, то вполне че нет. Картошка в говне. Электромагнитный импульс уничтожит устройство под названием Тетраузел. Вот какая лицевая анимация это была, а. Не то, что сейчас говно ебанное. Вот это я понимаю эмоции. Экспрессия вообще. Ну что это за человек? Когда СГ стримит, ты стримишь. Когда ты дыш, стримит, опять стримишь. Чего, блядь? Ты дыш ничего не стримил, когда я начал сейчас стримить. Ну вот Атластора начал стримить. Ну, такое дело. Да блин, ну под всех подстраиваются-то такое дело. Да, я смотрю на чувака со шрамом, и сдалека так казалось, как будто ему просто на лицо, на лицо ему плюнул, и... Фу. Ладно. У кого что болит? Откуда тебе вообще такие приходят мысли в голову? Ну я не знаю, ну я просто вот кадр был, и там в дальнем был немножко план, и так казалось вот эти шрамы. Думаю, что зачем ты ему лицо пхаркал? Он рукой держит раненого на плече. Другой стреляет из автомата, и при этом еще хранит. Держи, это увеличенный магазин для автомата. Ты уже накатил? Ну пивасик, да? Горьковский пивасик пью. Я бы, конечно, ромчику с удовольствием, но блядь. Ну, увы, ромчик у меня. Да. Лейтенант, босс, пройдите... Лицова анимация хуйки в четвертом, тысячи пятого года была лучше, чем в Андромеде 2017. Да, по-моему, блядь. Одинаков. В косынке анимация лучше, чем в Андромеде. Кабрел Кейн, вас ждет конвой. Спускайтесь. Ты тысяч 43 минут назад начал All-class стримить. А на стрим сколько уже идет? Больше часа. Час 25, да. Ну вот, так что это. Не надо тут. Тебе тут Гриша предлагает, не хочешь ли ты в GTA как-нибудь порубиться. Я подумаю. В смысле, да. Сладкий до сих пор не стримит после истерики Лысова, что он стримил в одно время со стримом на главный. Чего? Какая, блядь, истерика, Родан. Че ты не за хуйнюку несешь? Найди сержанта Питвелла. Воз, конец связи. Какое, блядь, отношение я имею к стримам? Дениса я не представляю. Какие-то там еще, блядь, истерики. На-нах, ебда. Так, пусть еще один грех отпущен и спрашивает на СГ обратно не хочешь, просился. Только честно. Я, блядь, не уходил с ебучего СГ. Сколько раз говорить, блядь, у меня там бляшка висит автор. Я до сих пор там форма... Ёб твою! Я вспомнил, про что этот Родан говорит. Как обычно, сука, ебучие сломанные телефоны. И никто по-русски не понимает. Даже когда прямым текстом что-то говорят. Всем, блядь, нравятся эпитеты типа истерика и так далее. Это у вас, блядь, была истерика, когда я запустил на главный стоп-гейма стрим по ассасинам внезапный. И началась учать истерика. Ой, блядь, там Денис стримит у себя на канале это самое, Радугу. Идите, блядь, бродите. Не надо нести хуйню, пожалуйста. Вот так вот. Выкосили, да? Истерики, блядь. Кто-то там не стримит. Из юб, твой пиздец. Детский сад. Так. Гуру, успокойся. Да мышь это? Это ж хайпа тема. Надо ее стебать как можно дальше. Все так прекрасно все понимают. Так. Блядь, наверное, не сюда. Собирать ли чистый раз. Обязательно. Просто все время забываю. Ты же сам чатик сладкому писал, чтобы он завязывал. Ну, давай докопаемся. Чего, блядь, завязывал? Куда шнурки, блядь, завязывай? Подожди, а что там было с историей стрима по Far Cry? Что ты утверждал, что ты его никогда не стримил? По-моему, такое было, да? А, что-то такое было, да. Потом пробу. Нет, стрима даже не раз было. Что-то оказывалось, что мы стримили что-то, что мне казалось не стримили. То есть помню, как я заявлял, что я никогда в жизни не запускал ни одной игры, где можно выбирать персонажа, и чтобы я выбирал женщину, ну, где можно создавать персонажа. Потом оказалось, что было такое, блядь, один раз в эфире действительно, что мы с Костей Saints Row 3, по-моему, да, третью часть стримили, и там я тоже создал тёлку, потому что Костя, блядь, во всё играет тёлками, он создал рыжую жируху-негритянку, а я тоже какую-то тёлку создал, не помню. Ну, такое, да, бывает. Поехали. Интересно. Глубоко мы заберёмся в белтургов. Сука, с записью Данилыча, вот, Данилыча, посмотрите, если загранились. Давайте это, пруфы конкретные. Кто такой, блядь, Данилыч, запись чего? Нет, Данилыч выкладывает записи с этого, не до стримов всех покупок, на YouTube. И чего там в этой записи? Блядь. Нашли, блядь, тему к обсуждению, че-то, блядь. Как кто-то не стрибит, но это же, нато истерии, че-то, блядь. Блядь. Я даже, это, подняться, грязные трусы. Сейчас в итоге окажется, то, что это стало последней каплей и для ухода с СГ якобы. Здесь были замечательные тему на блогах по поводу того, что Денис стал претендентом тому, чтобы уйти с тебя. Денис покинул стопгейм из-за истерики лысого. Такой прям заголовок отличный. Потому что он запретил ему стримить в виде того, как он стримит на главный. Вот так вот, вот так вот и работает, короче, сарафанное радио и желтая пресса. Отсюда и появляются всякие вот эти вот темы по поводу усадки на луны и всякого подобного дерьма. Ты идёшь тупо по одной рельси. Созерцаемся. Если у меня какая-нибудь такая книжка, что тебе очень понравилось, но ты бы никому не посоветовал. Нет, я... Всё, что мне понравилось, я обсуждаю со своими друзьями, знакомыми. Это странно. Какая-такая должна быть книжка, чтобы понравилась, но никому бы не стал советовать. Я не знаю, может быть... Это тип как спорил, но мне друг-то рассказывал, мне бы, знаешь, советуешь от третьего лица. Ну, или ты там, я не знаю, с умерки прочитал, и тебе просто стыдно кому-нибудь советовать, что... Да, вроде как понравилось, но никому в этом признаться нельзя, да? Ну, не знаю. Если нельзя взять дубину и въебать въебайки, созрицательно звучит. Ну, я же говорю, с амнезией мы с быквом угорели вообще. Ну, то есть, там было здесь страшно, а спишь что? Картофель, у тебя есть мечта? Ну, наверное, сейчас единственная мечта, чтобы мое хобби стало тем, что сможет меня так прокормить и вообще развивать. Жизнь. Помню, как меня в детстве пугал момент, когда это строгое превращают. Но это вообще со мной заменитый момент во всей во всем четвертом квайке. Нет, во второй квайке тоже был шуткий момент, когда на фабрику попадаешь, там тебя не хуярят, но там вот очереди этих людей, уже сошедших с ума твоих сослуживцев, которые там несут хуйню городят просто и их там конвейером прямо отправляют на переработку. Вообще, жесть. Ну, оно там, конечно, по графону, по оформлению, по дизайну далеко не так выглядит, как в четвертой части, но все равно жутко пиздец. Ну, да. Фильмом бровя музея. Фильмом брови амнезия. В амнезию я только начинал, и я ее... Так Пенумбра же это преды к амнезии. Ну, да. Это те же подработки. Вот. Нет, у меня Пенумбра меня поразило в свое время. Крем графоник очень крутой был. Физика очень крутая. Физика, да. Именно физика. По-моему, это первая игра. Одна из первых игр. Таких вот адвенчур, грубо говоря, да. Которых вот конкретно можно было сегодня ручками открывать шкафы. Ну, да. Оголдово. Это на атмосферу пиздецки как охуенно влияло. То есть, ну, реально очень-очень клево. Как будто такая мелочь, но... клево. Да, Макс с быковым амнезией стримили. Годов шесть назад. Ну, я уже ничего не помню, потому что у меня было любви. Ладно. Какое хобби? Ну что, вы не видите мое хобби? Стримить со мной. Пиздец с Максимкой, да. Fargo 3 начали смотреть? Бля, я еще второй не посмотрел. Я уснул на первой серии Fargo 3. Ну, это у меня нормально. Ну, это нормально. Это ни о чем не говорит. Да. Это как бы есть в плохом смысле и в хорошем. Ну, как бы в нейтральном. Это было в нейтральном. То есть, я очень хотел спать. Так что я уснул и... вернее, включил и благополучно хорошо уснул. Но мне второй не очень как-то. Не знаю. Хуй знаю. Много кто говорит, что они там полятое сопоставимые. Да, ну, нахуй. Первый сезон действительно огонь. Второй, ну, по мне не огонь. Я уже, если честно, никому не доверяю, потому что многие начали ныть и выйти по поводу того самого настоящего детектива, то, что второй сезон вообще говно слито и по сравнению с первым вообще ни в какое не идет. Я не знаю, посмотрел, мне вполне себе вкатило. Да, они разные, но про другой совсем ничем не связаны. Лично мне понравилось. Так же может мне быть со вторым парком. Эними территорий Quake Wars пытался играть, но я не понял, зачем превращать Quake в клон Battlefield. Короче, не проникся я вообще. Ну, тогда видишь Скайлипс в новом пути, как развитие. Держись. Ну, как эксперимент почему-то. Пить Рома пиздец с Максом? Как за это получать деньги? Как за это получать деньги? Можно с вами? Да, пожалуйста. Ну, пока что практика показывает, что никак, так что лучше идти получать высшее образование эти работают инженером на атомную станцию? Или лопстеров продавать? Как вы относитесь к мемасорождению? именно к мемчикам? Ну, к рождению мемасорождению как-то таком. В смысле, как относитесь? Я не понял суть вопроса. Ну, я тоже не совсем. Но я подразумеваю то, что имеется в виду, мемчики вообще присутствуют. они были задолго до интернета и задолго до появления слова мемчик. Ну, по мне это нейтрально. Если мемчик можно применить к месту, то он хорошо подходит. А поговорка там, это что, не мемчик, что ли? Мемчик. Ну, да. Мемчики были всегда. Как можно к ним относиться? Они, я не знаю, как воздух, вода. подожди, а ты говорил то, что первый и второй сезон Fargo не связаны? Да, они вообще абсолютно разные. Ну, а Петра говорит, что вообще-то не связаны. Алло. Ну, блядь, там, косвенно связаны, конечно, но я не понял вообще, к чему это. Я говорил не это. Я сказал просто, что мне второй гораздо меньше понравился, чем первый. и вопреки расхожему мнению, типа, они оба друг друга стоят. По мне, так, сопоставимых с ролью Билли Боба Торнтона в первом сезоне персонажей во втором нету. Ну, нету. Близко там никто не подсосался даже. Бейн, в чем проблема? Быстро на нижний уровень! Бейн, теперь найди пульт, который открывает ворота. Отлично! Открываю ворота! Открыто! Открываю ворота! Открываю ворота! Открываю ворота! Открываю ворота! ворота! Может быть, я оговорился там в ходе беседы, но имел в виду я настоящего детектива. Я вообще не смотрел второй сезон фарга. тысяча. Так, народ, короче, это есть такое предложение, застрелить ничего-нибудь, но уже, к сожалению, без максимки. Вы можете выбрать прямо сейчас вживую, что бы вы хотели посмотреть вот на ночь глядя. А долго ты собираешься? Да не знаю. Посмотрим, как будет. Параллельно со стопгеймом, что ли? Нет, кто со стопгеймом здесь нет. Альянс Варм. Ай, ну такое в городе. Вампиров. Ну, вампиров мы начнем просто уже практически в самой последней локации. Тоже такое будет. Для тех, предыдущий не смотрел. Встрим раст. Да врасть голая жопа. Сейчас там нету наверное засейвленного домика. Ну, а там швайпы. Вот именно уже сто лет назад там все проебано. Да пухер. Вот кстати в Wild Space на нашу защиту устал. Блядь, что сегодня не так со зрителями все время пытаются доебаться до стримеров. Блядь, там так сказали. А на самом деле она так и внимательны. Что за нахуй? Действительно. Действительно. Что сегодня вообще? А, сегодня вторник. Ненавижу вторники. Ненавижу стримеров. Пойду сам стримить. Сидж. Хорроры давай. Байонету хули. Байонету я себя стримил. Можно ты купил ее на пекаре? И че как оно? Ты обзор дел? Это не я обзор дел. Счет ты озвучил. Ничего он такой ебанутый Devil My Cry. сиськами. Попробуй ту игру про негра балерину. Че? Посмотрим как ты скидываешь бракованных белорусов со скалы. у нас нету скал Беларусь. Мне придется сначала заданать это билет чтобы перевести бракованных белорусов куда-нибудь я не знаю. В горы чтобы это все дело сделать. ничего не ушли. Дарк разом уже хочет репорт на канал через мобилу. км. Коррек подcar м стрим. Хоррор. Попробуй все знаешь а это не интересно я такой не люблю мне нравится если что-нибудь такое долгое и сюжетная брать эти вещи которые любом забыты либо вообще неизвестно ну что ну блин по мне так это не не особо интересно когда стример какой же зато оттуда игры сиди тут блять и выебывается я тут узнаю тут это это тут это это внимание строки картоха никогда не говорит какие игры стримит серия трешака теперь спрашивает какую игру показать не она так это же отдельная совсем не то тут пожалуйста вот на выбор вам пеномбру 1 все вопросов нету да иванов нету давай в краю эфиру совсем не страшно да не там были страшные моменты так и вроде как его уже перепрошли сто раз там глеб с артамохин исчерпанная тема по оригинальнее ничего нету если картоха начнет стримить коррор вяжет как . будет игра не он я еще пока игр до такого состояния не доводил ну вот когда мы с быковым стримили амнезию вяжала как именно она мы угорали думал на высочайшем уровнем сложности doom но вы что новый да да пожалуйста я вон этот как его там пейнт киллера вон на максималке на максимальной сложности прошел конечно последний босс мне нервы стрипал просто пизданулся как ну ты задорок по мне тут говорят мэдисон вышел на суп орбитальную траекторию по рации сказали давай вывел резина кузне ну или ты везил и там всякие цветы первые 100 500 миллион раз да все все банально каркорные шутанчик можно в принципе что не такое фан киллер был овердост не знаю kingpin немножко другие у нас тут планы о софа первая солдат удачи вот кстати да это клёвая игруха вот вот на вот как вы вы давайте вот да вот по такому конкретному скулу мы наверное упоримся skybot первый сок что-то такое странное заиграла вредом сразу май морнинг джакет виктори дэнс я даже не знаю такого ничего себе серьезный сэм ну лично у меня душа и всего предложенного сейчас лежит именно к первому салюту ну солдат 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 форту порчен дед пилер уродос последний хороший киллер старых У Мэдисона женский голос? А это чё? А это к чему? Это, видимо, к тому радиосообщению в игре. А-а-а, там Мэдисона, что ли? Там это не Мэдисон говорил, там сообщили про Мэдисона. А-а-а. Ясно. Я думал, чё ты так склыл внезапно? Чего это? Вообще можно потом... А, чего так давай, может быть... Более. Голосование усмотрено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А-а-а. Про... Солдата неудачи... Солдата неудачи, блин. ИДЖИ? Проект ИДЖИ? Да, тоже охуенная игра. Первая часть у меня пиздецки была хардкорная. Помню времена, когда она у меня тормозила на компьютере. Да, у меня тоже. Я ее так нормально не смог осилить. Там графика была огонь. До своего времени. Да, там открытая локация. Достаточно большая. Выкинули и делаешь, что хочешь по сути. Там стенки пробивались. Там саундтрек был прикольный, кстати. В менюшке. Да там все было очень круто. Она такая современница первого Хитмана, что ли? Или около того. Ну, только там больше расчет на постелушку. Ну, не то что. Да не, я имею в виду по времени, я уж не помню. Вокруг 2000 года, по-моему, она вышла. Угу. Да, что-то стоит опер. После слаготовил удачу, можно будет Брутал Дум копить. Ну, я думаю, Брутал Дум, ну бля, я проеблюсь. Брутал Дум нафиг. Он уже заебал всех, по-моему. Его уже все видели сто раз. Все перестримили сто раз. А, вот такой вопросик интересный, Макс. А, вот такой вопрос. Сори, если задавали. Когда выйдет Shadow of War, ты делаешь обзор на СГ, или огранишься пару слов в рубрике короче-проводных ищет? Трудно сказать. Не знаю. До этих пор еще дожить надо. Да, да. Где будет СГ, где будет тыдыщ, где буду я в тот момент, не знаю. Может я вообще свой канал сделаю. И буду там один рассказывать про все... Устанавливать все игры и рассказывать про все игры. Игры. Кстати, про игры для стрима. Постал 2. Но это больше к разряду-то по ютубу подошло. И сто лет я не обидел. Может быть тоже, кстати. А, его нельзя стримить. Да, точно. Про запрет. Стрим. Стримерство вот такого. Игры. Сука. Зато. А 3 посту лында? А ты в него играл? Нет. Ну там вообще, с ранее говоря страшно. что там ничего больше интересного не спрашивают ну там пока между собой началось обсуждение неинтересно кто то там кого то под это нормально макс в третьем постели все плохо но иногда когда все очень плохо это хорошо третий постел делали не ножницы третий постел делала тела процент судя по ходу у тебя есть пулемет сбивая ракеты ну да да есть пулемет но нахер с пушками веселей в когда это когда игра хуйня а ну ладно короче когда игра плохая это значит что и за будучи я не знаю скорее она будет жечь мой пукан короче ты не умеешь быть интересным когда речь про хорошие игры даже не знаю комплименты то или нет то есть я хорош всегда а а а а макс это ты сейчас взял просто и оскорбил все игры на свете да очень так тонко пошутил или толсто или не пошутил или вообще просто отъебись от меня пойду себе плесну еще что предпочитаю лоусон или горячий чай сливаном блять я предпочитаю то на что денег хватает в данном случае на горьковское пиво пачки блять вот это хуёво я помню я попотел с этим ублюдком свое время мини босс такой но не мини босс не мини нихуя не мини жуки баны мадмакса нет не прошел до конца но я кстати тоже я не хочу просто середину начинать мне так лучше сначала что-нибудь взять там если что можно будет вернуть будь здоров что по поводу макс пейн а у меня кстати была мысль тоже перепройти всех макс пейн а в прямом эфире самого начала вот можно заняться этим делом а можно знаешь как делать можно даже совместить попробовать то есть примеру я прошел там чуть-чуть там у тебя там нет возможности постримить потом ты знаешь мой сейф начинаешь чтобы проходить фиг на это не очень удобно мне вот не очень нравится как это ни странно у многих от этого пригорает 2 макс пейн поэтому можно было бы как-то сделать что я первого пройду а ты второго ну нет дело в том то что это будет полноценное прохождение то есть знаешь можно запилить вот реально просто вот у нас сейчас пошла сейчас такая последняя тенденция это на полное прохождение взяли в сефир и по проходили вот и чтобы не было такого что игра бы простаивалась потому что ну мало ли там у тебя нет времени или у меня там нет времени один другого заменяет и может продолжать чужие сейлы в итоге получится так что игра все равно будет полностью пройдена и она не будет откладываться долгий ящик предлагаешься папку сейвами в облако что ли копировать или что ну типа такого как вам такая идея кстати это было бы стояга буду засирать тебе все сейвы и ты потом только приходишь эх надо пострелить игру макс что то нету запускаешь такой а там сохранение 1 хп блять патронов нету я это для психики в игре такие блядь пацан и все шокер тот взор пришел часто в 8 пиздец блэдь и это это получит абоненте появитесь 5 5 5 6 6 6 7 7 6 7 7 так мара давайте прямо здесь два варианта у нас какие сейчас образовались это первое солдер и этот макс пенни 1 максу пенни вообще имеет смысл перри пройти с модом matrix reality помнишь такой а я помню да зачем но он роскошный просто но это нам надо поспорные я знал что да это один из лучших модов вообще для игры которые я видел в жизни он настолько проработанный просто караул для второго кстати максу пенни с такого с таким же качеством проработанного мода не выходила на матрицу на эквилибриум разве что был очень крутой и было много правда про эквилибриум единственный самый крутой называется холл оф мир раз что-то я смотрю как-то вровень идет бля это ж надо будет сейчас считать голову да не бля ебашка солдата удачи не надо пока максу пена максу пенни на сладкое отложим ладно ладно суда сладко на караму ушел положим ладно все сегодня значит на солдатик что миша сначала пройти солдата а потом всех максов но вот и я тоже что будет первым конкретно на сегодня кажись там outlast начинается насколько время задавайте пиши да все дозрайте если только что это уже не важно что ты имеешь ввиду теперь мы сами по себе максу ты тоже будешь проходить блевотные озвучки какой озвучки первая часть мне нравится озвучка но это правда конечно ни в коем случае не говорит о ее качестве это просто дышать синдром утенка первое что услышал вот такой брутальный голос да да ну и нормально в принципе может быть и кваку еще до пройдем потом да 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 вообще надо ввести такую тенденцию реально проходить игры до конца я думаю это вполне себе хорошая ну смотря какие олдовые да иногда когда новинки знаешь стримишь не не знаешь что там еще за игра иногда два часа поиграешь и ой-ой-ой да похер но фир 2 ты же прошел до конца несмотря на то что игра такая посредственная ну там я знал что мы и нет ну и что такая разница для тех тоже буду играть так что не ссы разберемся такс ну ладно все на сегодня тогда закругляемся да закругляемся гляб с артамохиным покажет outlast а там дальше может быть картоха еще вернется ночью да так что не разбегайтесь смотрите за всяким таким и не прощаемся наверно тогда да всем всем счастливо и до связи до встречи следите за обновлениями и подписывайтесь данный канал чтобы это уведомление вся херня ну вы знаете всю эту тему кто подписывается тем тоже сегодня один грех бесплатно отпускается правда случайный грех но тем не менее ставьте лайки всем пока